Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Турнир закончился, это еще недельной давности, ребята, у нас турнир Лига Самураев 2 звезды, именно там, когда я получил бан, ну все, я остановилась. Так, заберем тогда здесь награды наши, а сегодня у нас что, сегодня у нас воскресенье, завтра уже будет понедельник, это уже новая неделя, и как ты понимаешь, я здесь ничего не заработал абсолютно, у меня, да не буду я сейчас ничего делать. Давай посмотрим хотя бы где я нахожусь, точнее не где я нахожусь, а у Саги против проворства, ну сцены насилия, это все понятно. Ну что, давай хотя бы просто поиграем, ребят, я понимаю, что неделя уже пролетела, здесь мне ничего не светит, но тем не менее, хотя бы немножечко поиграем. Может быть, может быть, так, подожди, нам же не хватает сколько-то монет, секунду, секунду, подожди, даже не то, что монеты, жетоны нам нужны. Так, дай-ка я гляну, нам нужно с тобой зайти в магазин, в предметы, жетоны. Так, нам не хватает 830, ребят, надо как-то, ну вряд ли я, конечно, сейчас все это получу, все эти 500 жетонов, понятное дело, да? Ну, на турнирке можно, ребят, повоевать. На турнирке, я думаю, повоевать можно. Само собой, мы сейчас будем продвигаться очень медленно. Еще раз повторяю, ребят, сегодня воскресенье, то есть, ты понимаешь, уже прошла неделя, а я начинаю только с первых наших боев, и тут любой поймет, что далеко ты не пройдешь, потому что все ячейки, все места уже давным-давно забиты, и чтобы сейчас продвинуться, не знаю, что для этого понадобится. Да-да-да-да-да-да, ты видишь, 65-е место, ребят, получаем. То есть, уже делай выводы. Это нам еще крупно повезет, крупно повезет, если мы с тобой хотя бы дойдем до самурая. Две звезды или хотя бы одна звезда. Но, тем не менее, я буду пытаться, стараться. Давай, поехали. Минус Айприл. Ой, надо было массуху сделать, ну что ты, ну, Рэй, ну, завязывай давай. Давай, не будем прикалываться, будем проходить с собой на полном серьезе. Шукануть мы всегда успеем. Война одна звезда. Ребята, три поединка нужно, чтобы перейти на лигу воинов две звезды. Ребят, мне самому смешно, потому что, честно говоря, давно такого не было. Просто давно. Да, для меня как-то, для человека спустя, как говорится, тысячу серий, практически тысячу серий, вот так вот начинать даже немножко смешно. Ладно, давай вызовем этих наших дурачков. Бам-бам-бам. Интересно, а вот когда я допройду все-таки игру, друзья мои, которая называется Черепашки и Ниндзя, из другого измерения, как она там называется? Приключения из другого измерения? Ну, ты понял, да, про какую я игру говорю? Я уже ее три раза пытался пройти, три раза. И все время я фейлился на чем? Я фейлился на Шархане. Да, я его не смог забомбить. И вот я сижу и думаю, когда же я ее все-таки допройду? Ну, самому просто интересно. Я не люблю, ребята, как бы недопройденных игр. Хотя я тебе сразу скажу, таких у меня очень много. Но вот тут вот недавно начал, знаешь, какие игры искать? Типа Байонеты, первая, вторая часть, коллекцию Devil May Cry. Тоже закачал себе. Плюс, сейчас буду проходить, ребята, как пройдем этот, Эвел Вест, как я пройду, я сразу же берусь за прохождение Дарксайдерса, вот этой вот последней части, вид сверху, которая, тоже она у меня давным-давно лежит, и все, я до нее никак не доберусь. Представляешь? Потому что до этого какая-то была третья, да? Третью я прошел, а вот четвертую меня немножко испугало то, что ведь сверху непривычно, но тут немножечко поиграл для разминки, и меня что-то так оно затянуло, что я решил ее пройти. Ну, естественно, все это будет на втором канале. Так, ну что, здесь у нас отлично все получилось. Но продвигаться мы будем с тобой... Ой, как медленно. Это мы еще сейчас двигаемся только на элиту. Ну, зато завтра, ребят, новая неделя. И, может быть, спокойно бустится. Правда, мне завтра на работу в ночь. Не знаю, успели я поиграть. Может быть, поиграть-то я успею, но выложить видосик точно не получится, потому что я запишу и уйду, как говорится, уже арбайтом. Нормально. На, муха. И нейтрализатор тоже, ребята, получил. По щам нашей вот этой вот ручонкой непонятной. Да ладно, вы серьезно? Я думал... Я думал, что мы сейчас хотя бы залетим, но нет, не залетели, не шиша. Раз, два, три. Поехали. Зашуршали, как говорится, ползунки. Тынь-тынь. Молодец, Лео упал. Так, рубанул. Давай-ка вот так вот сделаем. Шайба с бомбочкой. Это, кстати, да, такой неплохой подкол. Ты бросаешь шайбу, она врезается в чувачка, и тут же хлопушка срабатывает. Убийственная смесь. Ребята, мы перешли с вами на войну. На войну. Три звезды. Это рекорд. Вот приблизительно так же, вот сейчас вот, как я играю, было, когда я решил постигать вот эту вот арену. Вот приблизительно, на начальных порах так и было примерно. Продвигался очень-очень медленно и аккуратно. Это сейчас у меня бойцы, да, там, прокачанные, там, 50 уровня. А когда они были, там, 30-го, 20-го. А я, кстати, не помню, проходил ли я, собирался ли я вообще 20-ми, 30-ми. По-моему, я начал на арену заходить уже, когда у меня полтяжки появились. По-моему, так дело было. Да, по-моему, так. До этого я туда боялся суваться сюда, потому что считал, что это бесполезно. Я не понимал, что здесь нужно делать на самом деле. И для чего это нужно. Это уже потом я понял, что нужно это для того, чтобы получать осколки, награды и тому подобное. А до этого я думал, нафиг это надо, блин, проходить тут то же самое, что я могу просто подраться там на арене. И как бы пренебрегал этой фигней. А потом видишь, как оно. Оказывается, нужно было. Ну, если бы у меня был бы как-нибудь наставник. Такой же умный, как я сейчас. И подсказал бы мне, как что нужно делать. Тогда, конечно бы. Опять же повторяю, ребят, не на взломке. Я взломки в расчет не вернул. На взломках вы получаете все сразу же всех персонажей. Все, что там хотите. Поиграете, проверьте и все. И свернете удочки, как говорится, и уйдете от этой игры. Это я тебе 100% говорю. Если ты будешь прокачиваться с нуля сам, я боюсь, что у тебя тоже не хватит нервов, потому что это очень долго. Если не соврать, я в нее уже играю года 3 или 4. И итоги ты видишь сам. Да, я не спорю. Я играю в нее не каждый день, но тем не менее. Вот такие вот результаты у меня получаются. Ну, я считаю, что для меня это очень даже неплохие. Тем более, сейчас мы прокачаем с тобой кроликов, да? И можно сказать, что мои суперперсонажи, которые мне нужны, будут у меня уже, как говорится, иметь топовый уровень. А именно, платиновый ранг. Это самый последний в этой игре. Ну, еще, конечно же, немаловажно прокачка скиллов. Даже не столько уровень имеет значение, сколько прокачка скиллов. Хотя скилл ты не прокачаешь, не получив определенного уровня. То есть, тут все взаимосвязано. Но я тебе скажу, если у тебя скиллы, например, на седьмой ранг, да? И ты будешь драться с противником на 10 уровня и выше тебя, то ты его порвешь. Так, а мы, наконец-то, перешли в элиту, ребята. Я не могу себе поверить. Мы перешли в элиту. Ёк, Макарех, сколько же я лет этого ждал. Это я прикалываюсь, конечно же, друзья. Конечно же, это прикол. Вот. Ну что, поехали дальше. Кстати, на этой неделе разыгрывался спринтер. Благо, он у меня есть. Ну, а вам, как сказать? Ну, если кому-то он нужен, то ради бога. Как по мне, я не особо им впечатлен. Единственное, что я могу отметить, это, наверное, единственное, что он, ну, помимо того, что он бафает, там, то себе, пятое-десятое, то, что у него есть контур-удар. Он мне напоминает сразу чем-то Рафаэля, который у нас тоже самое, да? Контрит, но... В отличие от спринтера, Рафаэль... Спринтер как? Если он получает урон, он атакует. Но у Рафаэля, когда он под провокацией, он в любом случае противника его будет атаковать. Поэтому, как бы, шансов на контратагу у Рафаэля намного больше, чем у спринтера. Да и по атаке, если брать, то Рафаэль намного больше наносит урона, чем спринтер. Ну, единственное, что способность, он может сало повесить, сайленс, на противника, да? И тот перестанет применять заклинания. Ну, это такое, знаешь, мизерное. Если бы он вешал бы сало на всех, да, возможно, он был бы топ. Но на одного персонажа, да и с таким еще шансом, маленьким, что я бы, наверное, не стал бы его брать в состав. В основной. В основном состав лучше взять такого, как, к примеру, из непрокачанных, ребята, это паукуса, нейтрализатора. Что у нас там еще есть? Змею-карай. Может быть, по возможности... Так, кто у нас там еще? Вот, наверное, этого Рафаэля. Ролевого он тоже, кстати, неплохой. Тоже имеет массовую атаку. И карайку. Да, наверное, как-то так вот. Массовиков побольше. Как говорится. И люди потянутся. А вот таких вот одиночек, типа как Тимати и тому подобное, нет. Я бы их, ребята, не особо бы жаловал. Острозуба, да. Острозуба можно взять, но как таун-то. То есть он будет стоять, танковать, и... Как бы урон... Твоя команда получать будет намного меньше. Тем более у него вот этот пробивной удар плечом. Он довольно такой мощный удар. Он может рубануть хорошо. Крысиный король тоже, ребята, кстати, можно его взять в команду. Но с условием, что ты ему прокачивать будешь скиллы. Особенно вот этот вот... Крысиный, я не знаю, там, рой или как его назвать. Масуха, короче. От паукуса вот этот хороший удар. У Змейка Вьюна, ребята, массовая атака, которая на понижение... И на понижение вражеской атаки идет. Тоже неплохой. Так, вот элита две звезды у нас. Перешли, наконец-то, да? В элиту две звезды. Можно мне получить 13-15? Нет, нельзя, судя по всему. Ну, оно и понятно, ребят. Тут выделываться, как говорится, и нечего. Извини меня, целую неделю у нас здесь не было. В воскресенье пришли, и что-то еще тут хотим сделать. Понятное дело, что ничего не получится. Тюф. Ай-ка-райка, красава. Вот карайка, ребята, да, я не спорю, у нее очень мало... А, вот, еще тигриный коготь. Что у них очень мало здоровья, но именно из-за того, что у них массовые атаки, они могут взять, как говорится, именно своей... Как сказать, скоростью, то, что они ходят первыми, да, по инициативке, они могут очень даже неплохо бустануть наш отряд. Из таунтов, я тебе говорю, вот можно взять Астрозуба, по желанию Рокзара, Тимоти я бы, наверное, все-таки не предпочитал бы никому брать, потому что, ну, он такой себе персонаж. А кто у нас еще? Вот самый крутой таунт, это, как по мне, это Рафаэль. Именно Рафаэль, потому что, ну, с контратакой, сами понимаете. Контратака очень много там что решает. Да, по ходу дела мы, наверное, с тобой даже до самураев сегодня не дойдем. Что-то мне подсказывает. Раз, два, три, четыре, пять. Тут остается всего лишь один-два поединка. Или только-только зайдем, то есть там возьмем с тобой где-то около сотого места. 90, 80 и все. Но, тем не менее. Я зашел в игру, ребята, хотя бы освежил память за неделю, потому что неделю назад меня забанили. И вот, и опять же, из-за этой игры, ребята, по черепашкам ниндзя. Я не знаю, что там такого, что не понравилось Ютубу, что он здесь нашел запрещенного контента. Я не понимаю. Но вот именно поэтому он меня заблокировал. Смех. Просто смех. Игра на андроид для детей заблокирует за вот это вот все. Да. Не знаю. Причем сбой. Я сделал апелляцию. В апелляции отказали. В общем, штраф повесили на меня. То есть, если еще за штраф будет висеть до февраля месяца, ребята. Если за февраль еще какой-нибудь косяк, это будет второй страйк. А после второго страйка бан. Удаление канала. Вот так вот. Ну что, давай. Последний у нас поединок, судя по всему. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, давай зэка возьмем пять. Вот. Погнали. Ну, а пока я был забанен. Я, естественно, ребят, снимал на втором канале видосики. Шикарно. Хотел сказать. Вот мы и прошли арену. Нет, ребята. Конечно же, не прошли арену. Просто мы подрались на аренке. Потратили всех своих персонажей. Так, теперь давай здесь. Пройдем серию испытаний. Оу. А у нас, кстати, второй круг завершается. Завершается. Вот оно что. То есть, мы с тобой закончим, да, смятение из другого измерения. Буквально через, на сколько там, три или четыре серии. Хан. Нифига. Фига не унициатива. На восьмидесятом уровне, ребята. Он переплевывает моих сотых всех. Ну, как это вообще может быть? Он восьмидесятый, ты сотого уровня. И он переплевывает. Зашибись. Ничего не скажешь. И опять он здесь, а? Ну-ка, вертушку. И он еще и не упал. Да, серьезно? Ну, смертельная волна. Всех в тра-та-та. Наказал, конечно же. Ну вот. Здесь мы тоже победили. Остается у нас раз, два, три. И все, ребята, и будет пройдено. Так, теперь, значит, что у нас? Секунду, подожди. Испытание. Давай-ка я пойду сюда в платиновое, забегу. И... Раз, два, три. Ха! Не получится, ребятушки, к сожалению. Давай тогда, наверное, вот здесь вот. Погнали. Раз, два, три, четыре. Пройдем первый этап. И хочу его пофармить. На жетоны, конечно же, ребят, на жетоны. Давай автобой поставим. Мне нужны здесь жетоны. Я не спорю. Сейчас будет очень большой слив именно... Откатов. Не откатов, а телепортов. Но другого варианта нету. Так, и последняя, третья волна. Вот они. Да ладно. У него тоже на смерть бывает. Ну все. Теперь остается только что. Только лишь фармить этот... Этап. Так, Кейси Джонс. Поехали. Подожди. Так, радарные маяки. Книга. Так, а вот пошли, ребята, потихонечку жетоны. Два бакса. О, 15 жетонов. Все, остальное идет, ребята, все на жетоны. То есть, получается, мы по три тратим, да? По три. Там 10. Получается, уже... 150 как минимум у нас получается. Ну да. Где-то около... 600 у нас будет с тобой. Жетонов. Я скажу, что это очень даже неплохо. Ну вот. Около... А, 600 ровно, ребят. А нам нужно 800 там с лишним. То есть, еще 200 с лишним жетонов и все, ребята. И мы получаем маузеров. Единственное, да, с осколками беда, ребята. 185 на этой неделе я не получу ничего. Осколков как бы не будет у меня. Ну что ж, поделаешь. Так, ну что, пойдем. Подеремся в легких поединках. Это мы будем с тобой бомбить. На кого? Кого там прокачивали? Прикинь, я забыл. Слэша, по-моему, да? Или слышим, прокачали? Нет, по-моему. А, подожди. Вот что нам нужно. Нужно 12 вот этих вот знаков. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну что, остается 7, 8, 9. Сколько там надо было? 12, да? 10, 11 и последний. 12. 12 знаков, да, надо было, по-моему? Да, подожди. Да, 12. Ну что, делаем улучшение. И остается, ребята, вот это вот только прокачать. 4 пульта. Так, один есть. Так, один пульт мы нашли. Давай, давай, второй. Второй. Второй, третий. И последний пульт. И все. Все, ребята. Два пульта нашли. Здесь прокачиваем. До второй ступени. Колючий задор. Такое вот название. Колючий задор. Здесь я забираю награды. И поднять умный персонаж. Ну, так как мотогена у нас мало, поэтому... Что я могу? Прокачать самого слабенького. Подожди, 29 тысяч. А сколько нужно для того, чтобы... А, так у меня хватает. Че я? Че я вам пургу-то несу? Все, все отлично. И здесь забираем награды. В принципе, друзья, все. На сегодня делать больше мне нечего. Ждем, естественно, понедельника. Осколков я не получу. Что очень плохо. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.